Я хочу у вас вернуть в 82-й год, когда триумфальные гастроли театра Ленкома были в Казани. И когда мои друзья, Ахламоны, студенты, говорят, увидели, идет Караченцев с Абдуловым, поднимается по астрономической, и они говорят, давайте с ними выпьем. Что они, собственно, с большим удовольствием и сделали. Караченцев и Абдулов на это пошли с удовольствием. Николай Петрович тогда сказал, будете в Москве, значит, когда будет Юнона и Авось. Но я знаю, что Юнона и Авось было невозможно попасть. Это был валютный спектакль. А я учился в Авгике, познакомился, помню, с девушкой из Ростова. Мы гуляли по Москве. И я говорю, пошли попробуем по студенческому пройти в Ленком. И вдруг выходит Николай Петрович из служебного входа. Так, вы сказали? Да. Я говорю, вот вы были в Казани, и он так выматерился и говорит, не могу, нету ничего. Нет ничего, и все. И так мы на Юнона и Авось не попали. Не попали. Тем не менее, вот это его такая вот открытость подкупала. Он был очень своим для всех, каком бы поколении ни был человек. Но я хотел еще спросить о другом моменте, когда Николай Петрович пел Высоцкого. Он спел одну песню Высоцкого. Как он вообще относился к нему? Это был человек по крови? Это брат по крови. Это, знаете, одной души. Началось все с того, что мы заканчивали один же театральный институт, школу-студию МХАТ в Камергерском. И Володя, закончив и став уже актером, еще не очень популярным в кино, он еще не сыграл своего Гамлета гениально совершенно. Он приходил в школу-студию, ему не лень было брать свою гитару и этих сопляков еще, студентов, учить, как петь, как брать аккорды такие. И они его полюбили, а когда уже Коля закончил и стал уже в театре Ленинского комсомола работать, и они подружились с Володей. Володя говорил, ты да я, мы с тобой одной крови. Он даже предлагал открыть один театр. Олег, дай, ты, Колька, и я, мы настоящие мужики. На что Коля сказал, соответственно, а не сопьемся, ребят, потому что было несколько увлечений в театральной среде. Но продолжали ходить к нему на спектакли, продолжали, даже когда вышло место встречи «Изменить нельзя», мы специально освободили вечер от репетиции, сидели, смотрели первую серию. И я говорю, Коль, давай позвоним, ну давай скажем, что замечательная картина, что и Говорухин, и что он, и вообще все. Он говорит, да ему там все звонят, там да-да-да-да. Ну, Коль, ну набери, он набирает, он говорит, Володь, это я, Коля. Коль, ты чего? Ну вот кино посмотрел, ну, ну очень понравилось, ну здорово. Правда, Коль, а мне никто не звонит. И вот это мы поняли, что когда ты поднимаешься куда-то очень высоко, то, может быть, чувство какой-то недружелюбия, какой-то зависти там все. И Володя всегда говорил, Коль, мы с тобой народные артисты без званий. Тогда еще Коля не было звания народного. Это только преимущество нашей страны, очень странное. Странное. Там народ, есть народ. И там понятно, что американцы не будут давать. Зачем? Зачем? Если тебя любит народ, то он тебя будет целовать на улицу, аплодировать, приходить на твои концерты, творить твои спектакли. Что и было на спектакле Гамлет попасть к Володе, просто было невозможно. И когда мы зашли к нему после спектакля, это, конечно, работа совершенно уникальная, просто уникальная. И он стоял в трусах такой, уставший, говорит, Коль, ну как? Ему было очень важно такого уже ненормального артиста, который отдается полностью, как и в Пугачеве он отдавался. Как он прекрасно играл Лопахина в «Вишневом саде». Он просто гениальный артист, это действительно так. И он говорит, ну как, Коль, гениальный, да ладно, не удалось, наверное. Да гениальный, гениальный, правда? Да, я рада, я рада. Ну вот вы сейчас продолжаете, я даже не знаю, как это, идете на одной волне с Николаем Петровичем, на одних флюидах. Вот, что самое ценное нужно передать поколению next, как говорят? Вы знаете, вот то, что Коль обладал, это действительно, как уникально и обладал Володя Высоцкий, да, музыкальность. У Коль же была пластичность, он же мама-балетмейстер, да? Он сын художника, он очень чувствовал, как сказать, живопись, пропорцию и картинку даже на сцене, не говоря уже о кино совершенно. Но самое, конечно, главное – это духовность, большая духовность у Коли. Коля обожали все в театре, на съемочной площадке. Он никогда никого не обидел, никогда никого не мстил, никого никогда не злился. Все любимые, дорогие. И если даже ему не нравился партнер или партнер, что он никогда его не обижал. И вот это ощущение любви, и для чего ты выходишь на сцену или для съемочной площадки. Он отказывался от тех сценариев, где должен был играть убийцу или какого-то. Он говорит, я для другого рожден, я пришел поднимать души, а не опускать их. Он отказывался от сценариев последних, он просто говорит, я не буду. Тут кровь с каждой страницы, по пять литров течет. Это невозможно. А нам и так сейчас тяжело очень жить. Понимаете, поэтому я всегда, когда смотрю на молодых актеров, оправдают ли они духовной силой какой-то. Есть им что сказать. Вот есть чем поделиться с человеком, понимаете. Вот если выходит Инна Михайловна, партнерша Коли, Коль говорит, даже с ней не надо готовиться к спектаклю. Потому что она как откроет свои глаза, и там такая льется любовь, такой поток какой-то жажды жизни, какого-то внимания, какой-то тонкости совершенно. Он говорит, что прямо ты уже попадаешь под это и уходишь в другое пространство, более чистое совершенно, что он и делал в своем графе Рязанове, тоже Николай Петрович. Он как бы вылетал из того бытия, что сделал, конечно, Андрей Вознесенский. И выносил чистоту такую, такую способность любить Родину, любить человека, любить вообще, как сказать, для чего ты родился на этом, вот что ты должен, у тебя есть предназначение. И любил он именно сцену, говорит, я тет-а-тет, один на один со зрителями, и я их беру, и они плачут, или я хохочу, и они хохочут. И когда они выходят, они ему целовали руки зрителей. Спасибо за очищение нашей души и сердца. Мы называли Юнону спектакль «Апрокалипсис». Спасибо, спасибо. Мы все очищались. Спасибо большое вам за ранний визит, спасибо за память, и спасибо за тот ключ к настоящему, который, собственно, от прошлого сейчас ведет нас по жизни. Благодарю вас, здоровья, успехов и новых информационных флюидов, которые вы нам приносите. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, так в гостях программа «Новое утро» сегодня побывала замечательная актриса, вдова Николая Карачинцева Людмила Поргина, которую вы все, конечно, знаете. Память живет долго, память о великих актерах, о великом времени будет жить еще дольше. До новых встреч.